Вы знаете, Владимир Владимирович, вот еще вчера, вот на этом шкафу, вот сзади меня, впереди вас стояла статуэтка Ленина. И я должен вам сказать, что я заготовил вопрос. Вопрос был прост. Значит, я понимаю, что эта статуэтка осталась, вероятно, от прежнего хозяина в кабинете, поскольку вы здесь недавно. Я хотел вас спросить, а зачем вы ее, в общем, оставили? А вот сегодня мы пришли, я, правда, утром еще она стояла, мы успели ее снять. Вот, но вот когда сейчас вошли уже на основную съемку с вами, то ее не оказалось. Значит, вот, что случилось? Затрудняюсь ответить, что случилось, потому что это, видимо, сделал кто-то из моих помощников, куда она делась мне признаться, неведомо. Но, видимо, то, что здесь были портреты создателя СССР Владимира Ильинина, они были сняты. Но я должен вам сказать следующее. Я отношусь к этому спокойно, так? Есть они, нету этих портретов или статуэток. Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории, как к тому, что было. И этого не вычеркнуть из нашей истории. Если же вас интересует мое отношение к этому человеку и к тому, значит, учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал, так, и с интересом читал. Находил это чтиво интересным, логичным часто, так. Ну, действительно... Ну, как все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилась все более и более очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведения ее в жизни в нашей стране нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 1917 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще. Наделили эти княжества правительствами и парламентами, так. А теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает и сплачивает народы цивилизованных стран. А именно уничтожили рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм. И единственное, что они сделали и чем держали страну в составе общих границ, это колючая проволока. Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна. И я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей. Хотели они этого или нет? Я думаю, что не хотели. Но объективно они сыграли вот такую негативную роль. Какой вопрос? Вы знаете, было много разговоров такого рода, что вы откуда-то, так сказать, да, вот взялись откуда неизвестно и как. Мне просто этого, наверное, повезло. Я снимал вот с вами интервью в 91-м году, этот эпизод. Мне кажется, что 11 лет тому назад на самом деле были принципы, от которых не уходите сегодня. Я прав? Мне, так же, как и в предыдущем эпизоде, мне практически нечего добавить. Я все готов повторить слово в слову. Спасибо.